Я, конечно, человек не пьющий, а если когда и выпью, то мало. Так, приличи ради или славную компанию подержать, больше как две бутылки мне в раз нипочём не употребить. Здоровье не дозволяйте. Один раз только помню, в день своего бывшего ангела четверть вышел. Это были молодые, крепкие годы, когда сердце в груди отчаянно билось, и в голове были разные мысли. А теперь старею. Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давит часть матра у меня и даже, знаете ли, задрожал. У вас, говорит, полная, говорит, девальвация. Где, говорит, печень, где, говорит, почки, где, говорит, ваш пузырь для содержания всякой жидкости распознать нет никакой возможности. Очень, говорит, вы сносились с точки зрения медицины. Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему. Я думаю, сперва хорошему врачу скажу удостоверенность. Ну, врач никакой девальвации не нашёл. Органы, говорит, у вас в довольно аккуратном виде. Пузырь, говорит, вполне порядочный и не протекает. Что касается сердца, говорит, так сердце, говорит, у вас отличное. Так же, говорит, на два пальца шире, чем надо. Вот, говорит, пить вы всё-таки перестаньте, иначе в один прекрасный момент смерть может приключиться. Ну, помирать мне, конечно, неохота. Я жить люблю. Я человек молодой. Мне в начале НЭПа 53 года стукал. Полное расцветие сил, здоровье. Сердце в груди широкое. Пузырь, главное, не протекает. С таким пузырём жить, да радоваться. Надо думать, в самом деле, пить бросить. Сел и бросил. Не пью и не пью. Час не пью, два не пью. В пять часов пошёл, конечно, в столовую обед. Покушал суп. Начал варёное мясо кушать. Охота выпить. Замес, я думаю, острых напитков, выпью чё-нибудь помягче. Нарзану или лимонаду зову. Я ей говорю, который, говорю, мне тут порции подавал. Неси, говорю, куриная твоя голова лимонаду. Приносит лимонад, конечно, на интеллигентном подносе. В графине наливаю в стопку. Пью эту стопку. Чувствую. Кажись, водка. Налил ещё. Ей-богу, водка. Что за чёрт? Налил остатки. Самая настоящая водка. Неси, кричу, ещё. Воду попёрла. Приносит ещё. Попробовал ещё. И сомнений не осталось самое натуральное. После, когда расплачивался, замечание всё-таки сделал. Я тебя лимонаду просил. А ты чего носишь, куриная твоя голова? Так что это, отвечайте, завсегда лимонадом зовём. Вполне законное слово ещё с прежних времен. А натурального, говорит, лимонаду, извиняюсь, не держим потребителей. Давай, говорю, ещё последнее. Так и не бросим. Желание было горячее. Но обстоятельства помешали. Как говорится, жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться. Надо подчиняться. Подписывайтесь. ì. Продолжение следует...